Провести летнее время ярко и насыщенно, не только зарабатывая, но и открывая новые трудовые горизонты, обретая знакомство и впечатление. Именно так каждый год проводят летом молодые люди, изъявившие желание продолжать активную деятельность в рамках третьего трудового семестра. Студотрядовская романтика притягивает ежегодно большое количество юношей и девушек. Детям нравится работать в студенческих отрядах. Очень много заявок поступают, чтобы трудовых дел. И, скажем так, дети находятся здесь не только место, где можно заработать, но они находят здесь друзей. В студотряде они проводят различные мероприятия, помимо трудовых дел. Они проводят мероприятия различного патриотического характера. Где-то играют в футбол, где-то посещают различные места, например, и музеи, и, конечно же, Белевскую крепость. Это очень интересно, если честно. Это интересно как и для будущей педагогической деятельности, потому что я будущий педагог, и мне очень важно попрактиковаться как-то. Это отличная возможность. Да и время проводится тоже классно. Дети-то очень любят студентов. В торжественной обстановке путевки для трудоустройства получили командиры будущих студотрядов. К слову, в этом году рабочее место на лето планируют получить более 8,5 тысяч молодых людей. Есть перечни видов деятельности и некоторые новинки. Уже сегодня отработало более 100 человек, создавая студенческие отряды индивидуально. Это экологические отряды в Столинском районе. Это строительные отряды, которые ездили технического университета на атомную электростанцию. Сегодня массово готовятся к работе педагогические отряды. Это во всех лагерях Брестской области, в том числе и детский здравоохранительный центр «Зубрёнок». Это барановический ус у нас туда готовят педагогические отряды. Это сервисные отряды во всех сферах. И это новые отряды, медицинские, производственные, которые тоже будут сегодня трудиться на предприятиях и учреждениях, в том числе здравоохранения нашей Брестской области. Так как открытие третьего трудового семестра состоялось в преддверии одного из важных государственных праздников – Дня Победы, активисты студотрядовского движения отправились в гости к ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы навестить их, вручить памятные подарки и просто окружить вниманием и заботой. Александр Иванович Яковлев ушёл на фронт, когда ему было 15. Со всем ещё мальчишкой он помогал солдатам оборудовать траншеи, рыть окопы. С наступлением совершеннолетия Александр Иванович пополнил ряды Красной армии. Освобождал Беларусь, куда и вернулся после войны. Сегодня седовласый ветеран нисколько не утратил активности и инициативности. Говорит, война научила стойкости. Пройдя большую школу мужества и отваги, Александр Иванович тот момент, когда узнал, что война завершилась, вспоминает с особым трепетом и волнением. Мы получили новые танки в Челябинске, и наш эшелон прибыл в Восточную Прусию. Вот там были последние заключительные бои. Войска уже были под Берлином, палы Кенигсберг. Вот в этом месте мы и кончили воевать. Говорила вся земля, говорил весь народ. Все танцевали, все радовались. Конца войны. Завершился день трудовой акции. Молодые люди приняли участие в ремонтных работах на автомобильном мосту в районе железнодорожного вокзала.